Солидарность и трудящиеся Если они вооружатся передовой теорией и будут едины, то они победят И построят новое общество, коммунизм Советскую власть, которая будет действовать до тех пор, пока не исчезнет вообще Не входилось в государство, до полного коммунизма Успехов вам всем, товарищи Спасибо Иван Михайлович, какие ваши пожелания и поздравления в этот день? В парламенте 130 лет тому назад в Тикаго была расстреляна первомайская демонстрация Целью которой было выбить из буржуазного государства 8-часовой рабочий день Ленин говорит, Марс противопоставляет всем пышным декорациям прав простую, будничную, дировую постановку вопроса рабочими Государственное установление уменьшения рабочего дня Надо сказать, что сейчас у нас по сравнению с событиями почти полутора вековой давности Ситуация практически не улучшилась Хотя законодательно у нас сейчас и 8-часовой рабочий день Но, во-первых, это было требование второй половины позапрошлого века А, во-вторых, и это-то зачастую не соблюдается Люди работают по 10 и по 12 часов, сколько скажут Причем зачастую без оплаты сверхурочных И плюс еще по 2-4 часа тратят на дорогу от работы домой И это во многом делает невозможным развитие рабочих Ибо в свободное время рабочие должны учиться И, как говорили Красики, Ленин и Сталин Установление 6-часового рабочего дня С обязательным обучением в течение 2-х часов освободившихся военному деру И деру управления государством Пока этого не будет, рабочие не смогут реально Не то, что управлять государством Но даже и обучиться тому, как свергнуть капитализм Как построить свое государство Что для этого надо делать, как сорганизоваться Поэтому важнейшим требованием Наряду с повышением зарплаты Должно быть уменьшение рабочего дня Не в добавлении еще одного выходного дня Чтобы 3 дня вместо 2 Когда трудящиеся будут ездить на дачу И там, соответственно, отмечать свои выходные А надо уменьшать рабочий день Чтобы у работников была возможность Заниматься профсоюзной деятельностью Заниматься политической деятельностью Со своими товарищами Именно после работы И на этом, я думаю, надо твердо стоять Ни работодатель, ни власть Спасибо С праздником, товарищи Добровольно не пойдет Ни на повышение Ленис Борисович, ваши поздравления Трудящимся в этот праздник Здравствуйте, уважаемые товарищи Действительно, сегодня Мы отмечаем День солидарности трудящихся И отмечаем его на улицах Ленинграда В колониях На митинге Потому что сейчас для нас Это не столько праздник Только еще один повод Выразить то, что мы не согласны С существующим строем Мы выражаем солидарность С борьбой всех трудящихся За свои трудовые интересы И, конечно, мы видим Что буржуазия стремится Владеть этим праздником Разделить трудящихся на самом деле Мы видели сегодня в колоннах Самых разных людей По самыми разными флагами Их разделяли цепочки полицейских И даже в конце разделили Одни пошли направо Другие пошли налево То есть в этот день Который должен быть Днем Единства трудящихся Буржуазии стремится разделить их Так вот мы должны этому противостоять Но что является основой единения Не соглашаться с буржуазией Не признание всех, так сказать Того, что все правы И эти правы, и те правы Нет Объединение должно идти Прежде всего, как писал Владимир Владимирович Ленин Не марксистов с не марксистами А марксистов с марксистами И тогда уже на основе этого объединения Можно привлекать остальных трудящихся Остальных недовольных существующим строем К тому, чтобы его изменить Каким образом? Путем социалистической революции Это не заговор Это не какой-то, так сказать, переворот Который, которым сейчас кишит Буквально новейшая история Современность Это, как писал вознепреждение Живое творчество масс Она не совершается в какой-то указ Поэтому основная работа, конечно, идет не здесь Она идет в обеспечении рабочих В обеспечении трудящихся В борьбе за свои интересы И тогда возникает это классное чувство Которое, в каждой концу, приведет к тому, что рабочий смогут Свою власть Власть советует Вознепреждение трудящихся народов Создает коллекционный Всего Дмитрий Юрьевич В чем важность праздника 1 мая Для трудящихся, для рабочих И ваши поздравления 1 мая – это день солидарности трудящихся Я поздравляю всех трудящихся И в первую очередь Тех, кто борется Борется за свои права Потому что сегодня В рабочий класс Поставлены такие условия, что Эксплуатация в России Превосходит Всякие нормальные Условия даже для капитализма Я призываю всех рабочих бороться За улучшение условий труда За свою зарплату И при капитализме Характерно Обмен товаров По стоимости По стоимости Сегодня ситуация такая, что Товар рабочей силы Покупается ниже стоимости В 4-5 раз И капиталисты, получая Сверхприбыли Выводят эти деньги За пределы России Тем самым Не развивая производство Гроби предприятия Разоряя их Ухудшают обстановку В стране экономическую Поэтому борьба за зарплату И приближение ее к стоимости Это прямое требование За развитие России Я призываю всех рабочих Осознать это Поискать информацию Информацию на сайте фонда Рабочая академия Там есть материалы Материалы Российского комитета Рабочих И начать работу За борьбу За свои Свои Права Улучшение Условий Жизни, труда Приближение зарплаты К стоимости Рабочей силы И от этого будет зависеть Судьба Судьба и развитие Развитие Нашей страны Поэтому В этот день я хочу поздравить Всех трудящихся И пожелать им успехов В этой борьбе Осуществление Который Результат Который Может быть успешным Только в коллективных действиях Спасибо В этот прекрасный день 1 мая Я хотел бы поздравить Всех трудящих С праздником Солидарности И пожелать победы В новом году В 2017 В честь Столетия революции Я надеюсь Мы им тоже победим Спасибо Девушка Вам понравился Сегодняшний праздник? Да Субтитры сделал DimaTorzok Девушка